17 зэков, общережимников и совсем юных и уже зрелых сидельцев колонии Двойки, той, что по соседству с Екатеринбургским Централом на улице Малышева, пред иконописным ликом великого русского святого подвижника в храме Сергия Радонежского Чудотворца, дали обет трезвости пред Господом, клятвенно повещав год не прикасаться к рюмке, к наркоте и к сигаретам, зарок, отречение от пагубных страстей, затуманивающих рассудок в тюремном храме, пока полный уральский эксклюзив. После воскресной литургии и клятв у алтаря, надо сказать, очень задушевных клятв, озвученных каждым из колонистов персонально, хоть и по бумажке, настоятель Божьей обители, протеерей. Игорь Хмелев заметил, что во след первом на стезе праведной жизни с Божьей помощью шагнут и другие. Возможно, кому-то покажется забавным и даже смешным обет трезвости для людей и без того равноудаленных от всех на свете пагубных мирских страстей. Но в клятве трезвости таится великий сакральный смысл. Ведь на свободе, которую, кстати, многие, в том числе и отпущенные по УДО, умудряются превратить в сущую тюрьму для собственного духа, до 85% всех тяжких преступлений совершаются по пьяной лавочке. Подавляющее большинство душегубов – это ведь не наемные киллеры, прячущиеся в кустах со снайперской винтовкой в руках, а бухие мокрушники – бытовушники. Тяжкие телесные, грабежи, разбои, кражи, процентов на 90 – все эти преступления совершаются по пьяной дурости. Или после тяжкого запоя в попытках раздобыть деньги на опохмел. С наркотой та же беда. Чаще всего наркоторговцы дурь толкают, чтобы самим уколоться. В таком грустном житейском контексте даже временный на год обет трезвости – мера действенная даже для тех, кто по понятиям живет.